Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня 9 сентября, время 8 часов утра. За сегодняшний день я поспала всего 4 часа. Все благодаря моему котику. Но ничего, эти хлопоты мне даже в радость. Самое главное, чтобы он был здоров. И мне врач сказал, что у меня очень плохой настрой, так делать нельзя. То есть надо надеяться на лучшее и мыслить позитивно. Животное тоже все чувствует, поэтому я решила, что я действительно буду мыслить позитивно. Нужно немножко расчесать Твикс, отрезать ему ноготочки. Некоторые процедуры, которые я вам показывать не буду, потому что это зрелище не для слабонервных. А затем уже поедем на капельницу. Два раза в день я вожу его на капельнице. Потому что сама поставить не могу, да и лучше это пусть делает врач, потому что состояние у него очень плачевное. Но мы надеемся на лучшее. Да, булочка. Половина таблеток, выписанных врачом, нужно давать через рот. И для нас это большая проблема. Потому что у Твикса очень плохо функционирует язык. Язык просто его не слушается. К сожалению, этих лекарственных средств в ампулах нету. И альтернативы тоже. Поэтому нам приходится общими силами вынуждать Твикса просто проглотить таблетку. Твиксик, в свою очередь, всячески сопротивляется. Причем, казалось бы, он настолько вялый, безжизненный, не может абсолютно ничего. Но в этот момент, когда мы даем ему таблетки, он просто берет всю свою волю, силу в кулак. И дает такой отпор, что у меня на руках полно царапин. Поэтому я решила подстричь ему ноготочки. И в такие моменты я просто поражаюсь, как у кота появляется столько энергии. У кота, который просто не может перевернуться на другой бок. Слава богу, нам попался очень хороший врач. Она очень любит животных. И это прям чувствуется. Это прям видно, с каким трепетом она относится к каждому котику. Пациентов у нее реально очень много. Но она с особым трепетом относится к Твиксу. И я это чувствую. Я это вижу. Возможно, это связано с тем, что самое худшее состояние сейчас у Твикса. Она даже сама звонит и интересуется о его состоянии. Несмотря на то, что у нее прям минуты свободного времени нет. Одни люди приходят, другие уходят. То есть, такой огромный поток клиентов. Также не могу не упомянуть моих подписчиков в инстаграме. Которые каждые 2-3 часа спрашивали, интересовались состоянием Твиксика. Это реально очень приятно. Если бы Твикс был бы человеком, я бы обязательно показала бы скрины ваших сообщений ему. По возможности старалась всем отвечать. Но на кого времени не хватило, те видели мои истории, где я рассказывала о состоянии Твиксика. Сейчас мы собираемся и едем в клинику. Там будем ставить капельницу. На капельницу мы едем утром и вечером. 3 часа утром и 3 часа вечером. Это очень много времени из моего графика, но другого варианта нету, к сожалению. Поэтому приходится ехать. Все лекарства в обязательном порядке беру с собой. Еще по дороге нужно заглянуть в аптеку и купить еще лекарства. Смотрите на его спокойствие. Его спокойствие меня убивает просто. Булочка всю дорогу ныл и бастовал. Поставили ему капельницу. Он по дороге немножко успел пописать здесь. Мы Твиксику сделали капельницу. И сейчас он заснул. Я, честно, очень рада, потому что он давненько уже не спал. Но, по крайней мере, я его всегда вижу в бодрствовании. Поэтому пусть пока что немножко поспит. Потом еще таблеточки даст врач ему. Потому что я не могу ему дать эти таблетки. У него рот очень плохо функционирует. Поэтому пусть лучше это сделает профессионал. И потом уже мы пойдем домой. Прям с Твиксиком зашли в супермаркет. Я решила взять себе кислую пастилу. Надеюсь, что хотя бы это кислое. Возьму один хлеб. Я просто запарилась. В этом на улице очень жарко. Уже потихоньку, я думаю, надо снимать мукбанги. Я надеюсь, что вы не будете меня осуждать за то, что у меня плохое настроение. Или, возможно, я не супер хорошо снимаю этот мукбанг. Просто дело в том, что, как бы это банально не звучало, но мне еще надо зарабатывать деньги. Потому что это все лечение стоит очень дорого. Каждый день капельница два раза. Это все деньги. Каждый раз капельница стоит денег. Элементарно просто посещение врача стоит денег. Куча лекарств. Анализы. Я стараюсь делать все, что в моих силах. И очень надеюсь, что Твикс все-таки поправится, выздоровеет, что будет все хорошо. Надо верить. Самое главное верить. Почитала комментарии. И, как оказывается, я сама виновата, что Твикс сейчас находится в таком состоянии. Мы ведь тебя предупреждали, что фрискесом, вискесом кормить кота нельзя. Это вызывает именно это заболевание. Уже, знаете, вердикт вынесен. Даже УЗИ не надо. Это анализы сдавать не надо. Диагностика необходима. Уже все. Ты во всем виновата. Диагноз этот. А причина просто в корме. Если бы все было бы настолько просто, мои хорошие. Уже третий ветеринар подряд подтверждает мне, что во фрискесе, вискесе ничего такого нет. Если бы это был бы действительно яд, как вы пишете в комментариях, то эти бы корма просто не продавались в супермаркетах, тем более в зоомагазинах. Убедительная просьба. Не пишите всякий бред. Вот мы пришли домой без 23. И в 6 мне опять выходить, опять на капельницу. Хотя бы за эти пару часов постараюсь что-то для вас смонтировать. Ну а сейчас хочу позавтракать. У меня открыт балкон, так что не обращайте внимания на шум. Обожаю этот хлеб. Когда бабушка жила с нами, не было возможности покупать этот хлеб. Потому что бабушка просила, чтобы мы пекли хлеб. И вот сейчас покупала этот хлеб. Сразу вспомнила про бабушку. Вот был человек и нет человека. Остались только воспоминания. Этот хлеб привозят 3 раза в день. Я узнала время, когда его привозят. И как только его привозят, спускаюсь и покупаю. Тот хлеб, который не продался в течение 3-4 часов, его отправляют обратно. И привозят другой. Смотрите, какой он мягенький. И горячий. Можно просто вот кушать хлеб и без ничего. Такая вот булочка стоит 70 копеек. Это мой позавчерашний хлеб. За 2 дня я не смогла съесть 1 буханку хлеба. Представляете, у меня просто стресс. Вообще не было аппетита. И то, что осталось, это уже есть невозможно. Уже неприятно пахнет. Это тоже я не выбрасываю. Кладу рядом с мусоркой. Там есть женщина, которая собирает этот хлеб. У нее есть скотина. И она как бы замачивает хлеб и дает коровам. Поэтому, чтобы не выбрасывать, это все я рядом с мусоркой оставлю. Вот такой стол у меня получился. Я получился на быструю руку из того, что есть в холодильнике. Это мой завтрак. Хотя время уже 10 минут четвертого. Представляете? Погода, конечно, кайф. Надо немножко поработать. Так тоже нельзя. У меня есть видео распаковка шейн. Я сняла это видео позавчера. По-моему, была в ужасном состоянии. Но взяла себя в руки и сняла это видео. И мне очень интересно, когда вы будете смотреть это видео, поймете ли вы, что я там в ужасном состоянии. То есть, в моральном ужасном состоянии. Еще взяла кислую бастилу. Параллельно буду монтировать и кушать. Обязательно посмотрите распаковку. Вот это платье я заказала. Оно просто офигенное. Мне очень нравится. Такие рукава красивые. Здесь такие рюлечки. А еще скоро у бабушки 40 дней. И туда мне обязательно надо поехать. Но оставлять Твикса в таком состоянии я тоже не могу. Сказать соседям, людям, что у меня просто заболел кот. И я не приехала на 40 дней. Это тоже как-то несерьезно. Люди не поймут. Тем более нужна моя помощь. Даже не знаю, что делать. Очень надеюсь, что Твиксик по-быстренькому выздоровеет. Видела в комментариях, вы спрашивали. Вот такая лепешка кислой пастилы стоит 38 копеек. А вот и вес. Не обращайте внимания на мой внешний вид. У меня просто недосыпь. Вчера я тоже спала около 3-4 часов. И по идее время у меня есть. Но просто я не могу заснуть изо всех этих мыслей в голове. Поэтому выгляжу ужасно. Но ничего. Надела, кстати, вот эти сережки, которые заказала шею из макияжа. Но ничего, так тоже пойдет. В общем, время 6. И нам уже надо опять на капельницу. Сейчас Твикса засуну в переноску. Он, конечно, очень вялый. Глаза наполовину открываются. В общем, состояние у него, конечно, плачевное. Переноска уже готова. Тут у нас Твиксик. Я просто не буду показывать вам его попку. Потому что там катетер. И отливается его моча. В общем, не буду вам это все дело показывать. Сама все рассказала, а не показала. В общем, вот в таком состоянии Твикс он встать не может. Врач порекомендовала отварить курочку. Желательно грудку. Как раз грудка была у меня дома. И бульончик дать Твиксу. Так как он начал пить воду. Ура! Прикиньте, он начал пить воду. Курочка достанется мне, а бульон дурачку. Твиксик сразу отказался пить куриный бульон. Я решила это сделать насильно. И через шприц дала ему этот бульон насильно. Маленькими частями. Честно, я потратила 3-4 часа просто чисто на кормление Твикса. Поэтому влог получился очень короткий. И по большей части состоящий из проблем Твикса. Я, конечно, понимаю, что есть часть аудитории, которая вообще не любит животных. И мне интересно про это смотреть. Но так или иначе, это моя жизнь. Я вам показываю свою жизнь. И сейчас моя жизнь состоит из проблем моего кота. Мы хотим его вернуть к жизни. И чтобы он нормально себя чувствовал. Чтобы его организм нормально функционировал. И так далее. Поэтому я вам показываю то, что есть. И потихоньку буду уже завершать мой влог. Огромное спасибо, что досмотрели его до конца. Если вам не сложно, то подпишитесь на мой канал. Напишите какой-то хороший комментарий. И поставьте лайк. Всех люблю. Пока.